Добрый день! Во второй части презентации под общим названием знакомства с системой Tecomat Foxtrot мы будем говорить о программном обеспечении, являющемся неотъемлемой частью нашей системы. Прежде всего, среди программирования Mosaic, потом о приложении WebMaker, которое служит для написания интерактивных веб-страниц, также от приложений iFoxtrot для мобильных телефонов и планшетов. Упомянем также о возможности работы системы Foxtrot в экосистеме HomeKit фирмы Apple. Необходимо подчеркнуть, что программирование всех наших ПЛК проводится в строгом соответствии с нормой IEC 611-131-3, российский эквивалент этой нормы GOSR-MEC 611-131-3-2016. Это означает прежде всего то, что система Tecomat Foxtrot открыта системой, отвечающей всем международным нормам. Можно сказать, что сами по себе ПЛК и Tecomat являются портативными промышленными компьютерами и, как любой компьютер, они нуждаются в программном обеспечении. В нашем случае это программное обеспечение Mosaic, разработкой и совершенствами которого мы неустанно занимаемся наряду с разработкой самих ПЛК и других наших изделий. Программное обеспечение Mosaic является составляющей частью практически всех наших поставок. Часть картинки на предыдущем слайде была посвящена среде программирования Mosaic, а именно одному из шести языков программирования, которые в Mosaic поддерживаются, и язык последовательных функциональных диаграмм, Continuous Flow Chart, или сокращенно CFC. Ниже мы перечислим все языки программирования среды Mosaic. В стандарте IEC 61131.3 прописаны пять различных текстовых и графических языков программирования. К текстовым можно отнести приведенный на слайде язык IL, или Instruction List, лист инструкций. Этот низкоуровневый аппаратно-независимый ассемблероподобный текстовый язык в настоящее время устарел и практически не применяется. Еще один текстовый язык – ST, или структурированный текст. Этот текстовый пасхалеподобный язык программирования предназначен для разработки сложных алгоритмов. Далее перечислим графические языки, а именно LD – LED-диаграмм, или в русской аббревиатуре RKS – релейно-контактные схемы. Это графический язык, представляющий собой программную реализацию электрических схем на базе электромагнитных реле. Следом идут так называемые функциональные блоковые диаграммы, или Functional Block Diagram, или FBD. Это графический язык выражает некую подпрограмму, каждый функциональный блок имеет входы слева и выходы справа. Программа создается путем соединения множества функциональных блоков, похожих на логические электрические схемы, соединенные между собой. Ну и, наконец, пятый язык, опять графический, а именно SFC – Sequential Function Chart, или его русское наименование «Последовательные функциональные диаграммы». Этот графический высокоуровневый язык создан на базе математического аппарата сетей Петри, который описывает последовательность состояния и условия перехода. Так выглядит прописанная в мозаик эрелейно-контактная схема, сокращенно RKS, или Ladder Diagram, LD. Здесь показаны функциональные блоковые диаграммы. Следует упомянуть, что если блоковая диаграмма в мозаике окрашена в синий цвет, это означает, что описанная диаграмма оборудования в данный момент подключена и работает. Так что в мозаике наладку и сервис оборудования можно проводить в процессе его работы. Так графически выглядит структурированный текст. И, наконец, еще один шестой язык программирования, шестой редактор, наиболее часто используемый в последнее время. Также доступный в мозаик. Последовательные функциональные диаграммы, или Continuous Flow Chart, сокращенно CRC. Здесь все строится так же графически, так же в блоках, но при этом разработка и программирование связей и переходов между отдельными блоками находится исключительно в руках программиста. В этом случае в программе могут быть прописаны самые разные обратные связи. На этом слайде можно видеть именно такой пример. Из подобной программы, которая на первый взгляд может показаться сложной, можно создать собственный функциональный блок и использовать его впоследствии в иных проектах в качестве готового программного решения. В нашем предложении есть обширные библиотеки подобных функциональных блоков. Наши клиенты создают и собственные библиотеки функциональных блоков по собственному усмотрению, исходя из собственных потребностей. Есть и открытые библиотеки, например, на www.oscat.de, Open Source Community for Automation Technology, которые при желании можно закачать в мозаик. Составляющей частью программного обеспечения мозаик является и так называемый WebMaker – программный модуль или плагин для написания собственных графических интерактивных веб-страниц. Важной составляющей частью мозаик является так называемый I.O. конфигуратор или, иными словами, конфигуратор входов-выходов модулей. На данном слайде показано, как в окне, где вы в качестве программатора выберете подходящий модуль, в данном случае речь идет о модуле входов IB1301, вы имеете возможность проводить конфигурацию или программную настройку отдельных входов-выходов, выбирая определенные параметры. Здесь следует еще раз упомянуть, что практически все входы-выходы модулей Foxtrot можно при необходимости модифицировать, переписав их параметры. Таким образом, можно удаленно проводить, например, линеаризацию тепловых сенсоров и другие действия на оборудовании. Еще одной важной функцией этого конфигуратора является демонстрация реальной конфигурации системы в виде дентограммы, а также демонстрация состояния отдельных входов и выходов в процессе отладки и последующей работы системы. Несколько слов о принципе работы программируемых логических контроллеров. ПЛК всегда работает на циклическом принципе. Сначала ПЛК считывает информацию, поступающую от сенсоров, на все входы, как его собственные, так и периферийные. Потом следует часть рабочего цикла, в котором ПЛК на основе полученных на входах данных исполняет программу, в ходе которой полученные вводные данные остаются неизменными, независимо от того, изменилось ли что-то на входе в реальном времени или нет. В ходе следующей части рабочего цикла расчетные данные, полученные в результате исполнения программы, будут записаны в соответствующих выходах и переданы на акторы. Затем следует часть рабочего цикла, в процессе которой обновляются таймеры и коммуникационные задачи и так далее. Затем рабочий цикл повторяется снова и снова. Продолжительность рабочего цикла у Фокстрот первого поколения составляет менее 30 миллисекунд, что приблизительно составляет 0,2 миллисекунды на обработку тысячи инструкций. В новых Фокстротов скорость прохождения рабочего цикла еще выше. Так выглядит схема обработки сигналов ПЛК. На данной великой контактной схеме область пользовательской программы обозначена зеленым цветом. В действительности это выглядит так, что сигнал на входном контакте некоторого из входных модулей переписывается в блокнот памяти или записную память ПЛК. Пользовательская программа считывает его оттуда, обрабатывает и передает результат на выход в выходной модуль. Система протянет переданный сигнал в качестве команды или приказа на соответствующий выходной периферийный элемент, который выполнит соответствующую команду. На данном слайде показан пример простейшего электромонтажа – выключателя лампочки, подключенного с помощью системы Фокстрот к веб-сервисам, доступным на персональных компьютерах и смартфонах. В классическом монтаже мы имеем обычный выключатель, прерывающий фазу на лампочке при наличии контакта. При использовании ПЛК прямой контакт выключателя и лампочки заменен имеющимися в ПЛК или реальными входами и выходами. Контакты выключателя и лампочки подключены на входы и выходы ПЛК, который в свою очередь должен быть подключен к источнику питания, а также к интернету или к локальной сети. По интернету или через локальную сеть можно попасть на веб-страницы ПЛК и управлять с их помощью перифериями, а в данном случае лампочкой и выключателем, по своему усмотрению. Разумеется, для одного выключателя и одной лампочки подобный проект будет излишне громоздкий. Но мы должны иметь в виду, что лампочек и выключатель в проектах с использованием системы Фокстрот может быть сотни и тысяч, и проектные задания могут быть намного сложнее, чем просто включить и выключить свет. В данном слайде в левом верхнем углу расположена предыдущая схема приключения лампочки и выключателя через ПЛК. Откроем программное обеспечение Мозаик и в CFC редакторе программирование отобразятся соответствующие входы и выходы. Можем назвать соответствующие входы и выходы лампочка и выключатель. Программа CFC в данном случае служит только к тому, чтобы соединить между собой соответствующие входы и выходы. Это все, что мы должны сделать в данном случае. Если мы хотим отобразить все и на веб-странице, то мы должны открыть редактор WebMaker и создадим объект лампочка в двух состояниях, выключенном и включенном, к которому мы приложим две картинки обоих состояния лампочки и подключим его к соответствующему выходу лампочка. Подобным образом создадим соответствующим образом подключим и объект-выключатель. Таким образом мы имеем веб-страницу через интернет и локальные сети, доступную с различных приборов, мобильных телефонов, планшетов, персональных компьютеров. Соответствующая виртуальная кнопка на экране физически включит и выключит данный конкретный объект. В нашем случае лампочку. А графические объекты на веб-странице соответствующим образом копируют ее актуальное состояние. В конфигураторе входов-выходов собственно создается определенная структура шин и подключенных к ним модулей. К услугам пользователей и демонстрации актуального состояния всех входов и выходов описываемой системы. Как будут выглядеть веб-страницы, создаваемые в редакторе веб-мейкер, каков будет объем и характер их содержания, целиком и полностью зависит только от способностей и творческой фантазии их авторов. К уже сказанному можно добавить, что на одной веб-странице Foxtrot первого поколения можно описать 128 отдельных объектов с переменными данными. В Foxtrot 2 – 256 объектов. На данном слайде пример веб-страницы Foxtrot с визуализацией управления освещением здания. Здесь мы видим еще один хороший пример веб-страницы Foxtrot, созданных в приложении WebMaker. В данном случае речь идет о визуализации управления технологиями на яхте. Дальше скажем несколько слов о библиотеке iControl Live и функциональных блоках для использования в проектах Smart House. Библиотека iControl Live – часть приложения iFoxtrot, которое можно скачать в App Store или Google Play. Это набор графических интерпретаций функциональных блоков, которые будут использованы в программе теми пользователями, которые по тем или иным причинам не хотят создавать свои веб-страницы, и решат воспользоваться возможностями приложения iControl Live для визуализации своего проекта. Работает это так, что программа iControl Live определит, что пользователем выбран данный конкретно функциональный блок и создат соответствующую ему визуальную панель, содержащую соответствующие функции. На схеме, приведенной в качестве примера такой визуализации, первая стрелка – dimmer RGB – управление цветным источником освещения. Вторая стрелка – сенсор температуры, установленный в жилом помещении. Следом идет функциональный блок Time программ Week, в котором можно на неделю вперед наставить по времени в интерактивной форме какую угодно величину, которая предусмотрена в программе по желанию пользователя. Библиотека iControl Live будет полезна и тем, кто живет в эко-среде Apple и использует ее решение HomeKit для управления, например, своим домом. В эту среду сегодня можно интегрировать любое оборудование, работающее под управлением системой Techamad. Эта интеграция осуществляется в последовательности так, как это указано в схеме на слайде. Techamad Foxtrot, PLC-COMS-S, HomeBridge, HomeKit. Здесь можно видеть пример того, как в интерфейсе HomeKit проявляется лампа под управлением системы Foxtrot. Все функции данной аппликации доступны и на Apple Watch. Таблица справа в соответствии функционального блока FireFoxTrot и оборудования среды HomeKit. Так что при желании каждый заказчик может интегрировать оборудование под управлением системы Foxtrot в экосистему HomeKit. Так в приложении iControl Alive выглядит проект управления освещением и другими технологиями в двухкомнатной квартире с кухонным углом и террасой. На данном слайде на увеличенной картинке показаны примеры того, какие функциональные блоки задействованы в данном проекте, а именно в его части, где расписаны технологии в спальне и на террасе. Здесь можно видеть функциональные блоки, например, оценка клавиши, диммер, жалюзи, светильник, сценарий освещения, датчик температуры, недельная программа, веб-камера. Потом это выглядит так, как изображено в слайде, где мы видим скриншот планшета, на котором запущено приложение iFoxTrot. В данной презентации, в описании принципа работы данного приложения, мы уже упоминали о том, что при выборе определенного функционального блока, приложение генерирует соответствующую виртуальную модель с набором функций и клавиш. Стрелками указаны панели, соответствующие определенным функциональным блокам. На этом слайде мы видим внизу иконки всех возможных типов оборудования. Наверху иконки помещений, которые пользователям могут быть названы по собственному осмотрению. Между ними в центре все функции, все технологии, все оборудование, управление которым доступно в том или ином помещении данного проекта. В папку любимых иконок пользователи могут вложить наиболее часто используемые иконки виртуальные клавиши. На картинке справа мы видим пример того, как при нажатии на иконку с изображением камеры на дисплее планшета или мобильного телефона появляется картинка с камеры наружного наблюдения, которая является частью технологий данного проекта. Большое спасибо за внимание, успехов и до встречи на следующих блоках нашего семинара.